Добрый день, уважаемые земляки! Сегодняшний выпуск передачи «Удачи» мы проведем на ежегодной выставке «Воронежская усадьба. Дача, сад, огород». И мы продолжим тему винограда. В этом нам поможет виноградный сорта «Испытатель» Владимир Иванович Орел. – Владимир Иванович, добрый день! – Здравствуйте! – Владимир Иванович, расскажите, пожалуйста, сколько лет Вы занимаетесь виноградом и сколько сортов прошли через Ваши руки, через Ваш участок? – Виноградарством на Воронежской земле я занимаюсь с 1998 года. На своем участке испытал порядка 300 сортов. В основном первые начальные сорта были институтские, а потом пошли частные селекционеры. Таких, как Крайнов, Капелюшный, Воронюк. – И теперь сколько у Вас сортов? – Ну, сейчас порядка задержалось около 150 сортов, которые плодоносят и дают урожай. Этих же частных селекционеров в основном. – Ну, познакомьте нас с любимыми сортами. – Например, сорта Крайнова Виктора Николаевича. Сорт преображения. Очень известный, очень популярный среди местных виноградарей. Десертный сорт с крупной ягодой, с хорошими показателями урожайности, устойчивость к болезням. Сроки созревания ранние. В середине августа можно получить уже такие ягоды на свой стол. – Следующий сорт, о котором хотелось бы сказать, это сорт Антоний Великий. Очень надежный, очень урожайный. Вкусный, десертного куста сорт, с хорошей устойчивостью к болезням. Сильно рослый, но в уходе несложный. – Еще один сорт селекции Крайнова – Бахатяновский. Сорт просто с огромной ягодой. До 20 грамм ягода. Среднего срока созревания, где-то конец августа, начало сентября. Довольно устойчивый к болезням. Сила роста выше средней. Несложный в уходе. Очень надежный сорт. Можно рекомендовать его для выращивания на дачных участках. Еще один сорт Крайнова – Гурман Фонарик. Об этом сорте хочется сказать особенно о его вкусе. Вкус Гурмана ведь соответствует названию, потому что вкус просто не оставляет никого равнодушным. Ранний срок созревания. Один из первых созревает на участке. В середине августа часто ягода уже готова. Крупногрозды. Довольно надежные. Устойчивость к болезням. 2-2,5 балла. Средняя. Но при 1-2 практических обработках урожай не болеет. Сохраняется прекрасно на кусту. Вот мы сейчас снимаем это все в 20-х числах сентября. Тем не менее урожай хорошо висит долгое время и радует нас и покупателей. Можно рассказать еще об одном сорте – рождественский. Сорт среднего срока созревания, но в наших условиях прекрасно согревает каждый год. Это хорошее украшение к столу. Видимо, в названии рождественский заложено то, что он может храниться и лежать до Рождества. Очень надежный, урожайный, сильнорослый. Красивая ягода, без горошения. Устойчивость к болезням повышенная. Просто надежный сорт, который на осенний срок созревания. Еще один сорт Виктора Николаевича Крайнова – сорт «Анатоль». У этого сорта есть своя история, интересная. Получилось так, что Крайнов подарил своему другу, город Орел Беляеву, просто черенок еще неиспытанной формы, который даже не имел названия. И гораздо позже, уже человек, которого он вырос, дал название этому сорту. Сорт оказался очень интересным, во-первых, по виду, во-вторых, по вкусу. Сорт очень напоминает старый, известный узбекский сорт «Резамат». С таким десертным вкусом азиатских сортов редко встречаешься. Я помню его с детства, поэтому для меня сорт «Анатоль» очень памятен и очень интересен по вкусу. По характеристикам он довольно устойчивый, по мильдию там небольшую защиту, а так ягода не портится, висит долго на кусту, сильно рослый. Сейчас я представил сорта Виктора Николаевича Крайнова, несколько из них, но в моей коллекции их около 20, его селекции, и все они занимают достойное место на моем винограднике. Такие сорта, как рубиновый, низина, ладаны, очень вкусные, ну и другие. Они растут не только на моем винограднике, на многих виноградниках нашей зоны. Эти сорта уже растут много лет и радуют, хотя самого автора уже, к сожалению, нет среди нас, среди живых, но он оставил большой вклад и большую память о нем, этими сортами будет навечно, я думаю. А теперь я расскажу о сортах другого селекционера, который тоже оставил большой след в виноградарстве. К сожалению, его тоже совсем недавно не стало среди нас, но сорта – это Василий Иванович Капелюшный, но сорта его с нами. Это такие, как «Граф Монте-Кристо», «Фурор», «Надежда Оксайская». Еще ряд сортов есть в моей коллекции, но сейчас вот конкретно на этом стенде представлены вот эти сорта. Сорт «Граф Монте-Кристо» селекции Капелюшного. Ягода просто завораживает своей красотой. Размер до 25 грамм. Гроздь большая, красивая. Сорт не сильно рослый, средний рослый, но и не слабо рослый. При этом на небольших веточках тянет гроздь иногда до 2,5 килограмма. Со своего куста я такие снимал. Сочи с болезнью повышенная, но надо следить за тем, чтобы ягоды не раздавили себя в грозди. Поэтому иногда приходится прореживать некоторые ягоды, убирать из грозди еще в момент их начала налива. В результате к сентябрьскому сроку созревания мы имеем ягоду, такую шикарную, десертного вкуса. Сорт прекрасный. Еще один сорт Василия Ильяновича Капелюшного. Сорт фурор. Это темно-ягодный сорт, тоже с очень крупной ягодой, с высокой урожайностью. Он тянет большую нагрузку. Этот сорт, у него просто феноменальные характеристики по урожайности, размерности ягод и вкусовые. Устойчивость к болезни повышенная. Вкус сорт не средний рослый. Также на небольших тонких веточках тянет вот такой урожай. По вкусу для темно-ягодных один из лучших сортов. Еще один сорт, очень известный сорт, Надежда Аксайская, Капелюшного Василия Ильяновича. Этот сорт напоминает очень сорт старая Аркадия, но с более улучшенными характеристиками под нашу зону. У этого сорта лучше вызревает лоза, быстрее накапливается сахар. А в остальном он похож на сорт Аркадия, но это только говорит в его пользу, в том смысле, что этот сорт очень урожайный, очень вкусный, товарный. Рабочая лошадка на нашем участке, потому что ягода очень десертного вкуса, хорошей устойчивости и большой урожайности. Также на моем участке растут сорта Павловского и Евгения, еще одного российского селекционера, самородка, можно сказать. Ну, такие как Чарли, еще представлен сорт Монарх, его же селекция. Их на моем участке гораздо больше, но в данный момент пока могу рассказать о двух сортах. Что можно сказать о Чарли? Ну, это в прямом смысле рабочая лошадка на моем участке. Сорт очень надежный, очень урожайный, устойчивость к болезням просто прекрасная. Темно-ягодный сорт, который всегда востребован на рынке. Прекрасная замена многим старым сортам с темной ягодой, своеобразного вкуса, нужно десертный, но свой, сортовой, особенный. Очень многим нравится такой вкус винограда. Сильно рослый, надежный. На участке себя ведь показал только с положительной стороны. Следующий сорт, про который хочется сказать, это Павловского сорт Монарх. Сорт с огромной ягодой, очень красивой формы и с десертным вкусом. При одной маленькой семечке, надо двух, просто язык проглотишь, когда кушаешь такую ягоду такого сорта. Хоть гроздь и небольшого размера, но это не имеет значения при таком размере ягоды и таком вкусе винограда. Сорт с повышенной устойчивостью. Практически не замечал на нем никогда болезни при одной-двух профилактических обработках. Срок созревания начала сентября. Завязывает не слишком много гроздей, но все просто замечательного вкуса. И меня радует этот сорт. Еще можно рассказать о сорте другого селекционера, тоже российского, из Волгограда, Гусева. Сорт дубовский розовый. Вы сами можете увидеть величину и красоту ягод. Он очень ранний, поэтому к этому времени гроздь уже не такая красивая. Но поверьте на слово, что сорт будет просто загляденье и украшение любого стола. И десертного вкуса, с небольшими косточками, с хорошей устойчивостью к болезням. Пока сорт совершенно новый, еще нагрузки, под нагрузкой я его не испытал. Но первые сигнальные розочки говорят о большом потенциале сорта. Еще хотелось бы рассказать о сорте украинского селекционера из Краснодона. Это сорт Гайоне. Темно-ягодный сорт с хорошей урожайностью, с крупной кистью. Все стандартные, без горошения. Довольно устойчив к болезням. И есть у него замечательное свойство. Этот сорт очень хорошо хранится. Немного сортов, которые могут в обычных условиях домашнего подвала, погреба пролежать до Нового года. При этом, сохраняя и внешний вид, и вкус ягоды, не болеет. Очень замечательный сорт. Совершенно новый. Можно рекомендовать на виноградники нашей зоны. Еще хотелось бы рассказать о сортах болгарской селекции. Вот такой сорт, как Велика, просто удивляет. Свои размерные характеристики ягод и вкусовыми качествами. Болгары вообще очень тщательно и щепетильно относятся к вкусу своих сортов. Поэтому Велика, просто десертного, замечательного вкуса. Плотная ягода, без горошения. Все ягодки точеные, как на подбор. Грозди пока небольшие, но кустик молоденький. Я думаю, что с запасом древесины мы увидим и больший размер ягоды. Довольно устойчив к болезням. Сильно рослые. Из новинок болгарской селекции. Интересный очень сорт. Еще хотелось бы рассказать о кишмишных сортах из своей коллекции. Здесь представлено ряд, несколько. Вот можно начать с того, что есть такой сорт. Бессемянный черный зимостойкий или памяти Домковской. Сорт повышенной морозостойкости. Утверждают, что Подмосковье растет часто просто не у кровной культуры, просто положены на зимулозы, прекрасно переносят морозы. Абсолютно без косточек. Черноягодный, сильно рослый сорт. Пригоден для приготовления соков, возможно, вина. Такой интересный сорт, надежный, очень урожайный. Еще один сорт, о котором хотелось сказать. Кишмиш столетия американской селекции. С очень крупной ягодой. Один из редких кишмишов с ягодой до 6-8 грамм. Первой категории бессемянности. Десертного вкуса с легким мускатным оттенком. Созревает в начале сентября. Очень высокий устойчив к болезням. Надежный, хороший кишмиш. Получается очень вкусный изюм из него. Еще один кишмиш. Частного селекционера из Украины. Загорулька. Это кишмиш Велес. Кишмиш получен гибридизацией известного кишмиша лучистого. Поэтому сохранил его вкусовые качества. То есть это десертный кишмиш с мускатным вкусом. Очень высокой сахаристости. В отличие от лучистого, он созревает на полтора месяца раньше. То есть в наших условиях, в нашей Воронежской области, где-то в начале августа, вот эта ягода уже давно переспела. Видите, она уже заизюмливается. Но тем не менее, хорошо сохранилась на кусту. И вкус только улучшился. Гроздь выбывает некоторые. Ну, до этого времени не дожили самые большие. Но некоторые до 2,5 килограмм на моем участке. Еще один американский кишмиш – флеймсид лис или красное пламя. Кишмиш очень десертного вкуса, с плотной хрустящей ягодкой. Созревает очень рано. В середине августа уже был готов. Хорошо сохраняется на кусту. Довисел до этого времени, не теряя вкусовых качеств, с очень тугим отрывом. Поэтому, значит, транспортабельный и пригоден для реализации на рынке. Длительный срок можно растянуть реализацию. Куст сильно рослый, устойчивость к болезням повышенная. Первая категория бессименности, без рудиментов. Очень десертного вкуса. Растет поколение, которое на даче может посадить только свою печень. Владимир Иванович, но многие садоводы пока вот с опаской относятся к винограду. Мол, это южная культура, не наша. И как-то побаиваются ее выращивать на своих участках. Какой совет дадите вот этим сомневающимся? Может быть, 20 лет назад это было бы справедливо, такое замечание. Но современная селекция далеко на север шагнул виноград. Позволяет выращивать вот такую прекрасную ягоду в нашей зоне уже практически без отпаски. Нужны, конечно, для этого и знания, трудолюбие и умения. Никто не спорит. Стандартные мероприятия по защите от болезней, стандартные мероприятия по уходу, правильная посадка позволяет вырастить прекрасный урожай на наших черноземах. Кстати, виноград довольно неприходлив к почве, поэтому растет как на черноземах, так и на песчаных почвах. Практически на любых, кроме, возможно, только болотистых. Современная селекция тем хороша, что она продвигает виноград на север. Сейчас можно увидеть похожую ягоду, подобные сорта и в Подмосковье. Главное, чтобы виноград не болел, и вы ухаживали за ним, не перегружая куст, не допуская болезни. И вы будете иметь примерно такой результат. Ну что ж, Владимир Иванович, спасибо вам за экскурсию интересную по винограду, новых вам достижений в освоении новых сортов винограда. А всем пожелаем виноградарям урожаев, конечно же, и удачи! Субтитры подогнал «Симон»!